здравствуйте друзья когда в жизни много событий то глядишь все время какие-то юбилеи годовщины и так далее и вот тут я пока мы ездили со светланой на ист-коуст забыл совсем про годовщину которую я так не то что ждал очень сильно но я видел что она приближается периодически мыслами к этому возвращаюсь и годовщина это состоит в том что хотя канала нашему уже так наверное вот сейчас будет 9 лет исторически но ровно пять лет назад это было 19 октября 2012 года 19 октября я сказал мы делаем новый как бы формат мы будем так сказать помимо того что ребята приезжают в школу там с форума говорим про вес будем вот рассказывать про страну а то как бы получается некому рассказать толку то есть было пару человек но конечно не сравнить никак с тем что вот сейчас десятки блогеров самых разных очень интересно стало вот тогда было потому что пять человек максимум и на них было еще там несколько десятков если не сотен каких-то но не симпатичных людей которые какие-то гадости писали про страну вот я подумал надо вмешаться и вмешался видите как неплохо вмешался мне кажется ровно пять лет я составил список такой посмотрел какие темы популярные посмотрел какие вопросы задают вопросы мне уже задавали потому что канал у нас существовал к этому времени на нем было где-то я боюсь собрать полторы тысячи подписчиков было полторы тысячи я даже не знал чего люди подписываются что это дает очень зачем нужны подписки я был абсолютно далек от этого всего у нас было 300 там 60 370 видео в основном это были встречи студентов в аэропорту и эти же самые студенты когда они там школе ходили я просто показывал тех кто засветился на форуме говорим про вес у них там свои истории были что-то рассказывали ну и поскольку история есть то я вот их значит на видео снимал и туда забрасывал вот то есть как бы это были такие видео проекции форумных историй которые так существовали и тут я сказал нет вот мы мы теперь по-другому будем просто рассказывать было там почти почти полторы тысячи тысяча четыреста там шестьдесят что-то такое подписчиков просмотров у нас было где-то тысяч шестьсот пятьдесят на тот момент вот если сейчас у нас где-то там я боюсь собрать сорок четыре миллиона то за первые там три три четыре года нашего существования было где-то там 650 может быть 700 тысяч просмотров практически не было никаких подписчиков но полторы тысячи хотя я постоянно вот наталкиваю сейчас на людей которые говорят что они тогда уже были подписаны что они давным-давно подписаны и так далее это очень приятно что вот сохранились старая гвардия вот они видимо знали зачем подписывались в тот момент ну и мы поехали со светланы в киев в апреле месяце это было числа там ну что-нибудь 20 21 примерно вот так на границе второй-третьей декады это был 2013 год мы поехали в киев и к этому моменту у нас уже было 10 тысяч подписчиков а потом где-нибудь уже к сентябрю у нас было 20 тысяч подписчиков вот за год у нас стало там ну почти за год стало 20 тысяч подписчиков вот такими темпами мы росли вот а сейчас у нас такой скачок произошел что сюда 147 вот я пока вел вчера трансляцию вот в этот момент перри перевалилась за 147 тысяч тысяч больше того 100000 было где-то год назад но вот не 12 месяцев назад а может быть там 14 месяцев назад было 100 тысяч то есть если вы за первый год там пришло 20000 человек то за за 5 год пришло ну если не 50 там но есть 40 40 тысяч человек это это очень прилично особенно вот это круто да какой-то такой взрыв произошел что-то такое год назад примерно когда мы достигли 100 тысяч и я сказал вот сейчас мы там пойдем серебряную кнопку получим вот мне прислали где-то там в октябре ноябре примерно в это время год назад прислали мне эту серебряную кнопку и я тогда говорил что вот глядя на других блогеров а для меня всегда таким маяком была флорида ялта людмила потому что у нее всегда было больше там тысяч на 15 на 20 подписчиков и я смотрел ага все-таки го есть какой-то резерв есть то есть иммиграционный блогер может и больше иметь хотя конечно мы мы очень разные все там скажем у людмилы я подозреваю что аудитория больше женская у нас статистика показывает что процентов на 80 мужская ну я не знаю насколько можно доверять вот той статистике что гугл женская света хочет женскую конечно света скажи хочу женскую партия плохо слышно микрофона меня я скажу друзья светлана мысленно со мной вот и она хочу женскую тоже мы вот женский клуб замутили мы со женскую друзья если у вас есть жены матери сестры сестры давайте их вот к нам сюда на канал а то у нас что-то девчонок не хватает а без женщин жить нельзя на свете нет нет они хотят может быть иногда отдохнуть от женщин приходит к нам на канал женщины всюду покушать женщина на работу пришел женщины но иногда что же отдохнуть хочется от женщин нет ну ладно в общем нет хочешь отдохнуть не смотри тут же нет на каком модели пойми наш разговор не имеет большого смысла тебя не слышно в общем тема такая что у блогеров разные каналы разная аудитория разная тематика и конечно не нельзя сказать чтобы как-то мы вот соревновались друг с другом там в охвате аудитории у нас довольно разная аудитория хотя очень-очень много пересечений вот с любым блогером там садишься разговаривать и сразу там обнаруживается у него на канале у меня на канале люди которые смотрят оба канала и вот там всякие фразы типа ой там два любимых блогера вместе там это как бы очень это очень часто встречается вот и я могу сказать что практически все более-менее заметные блог ну ну не все ну ну более-менее вот у нас на канале бывали мы с ними там интервью проводили встречались там бывает так вот за чашечкой чая посидим вот так что у нас все все основные силы тут присутствовали и здорово здорово что мир вот этого русскоязычного иммиграционного блогерства вот за эти пять лет вымахал в такую глыбу понимаете что если бы я вот сейчас наткнулся да они пять лет назад так я бы и зачинаться не стал я сказал смотри классно тут совершенно незачем присутствует тут все нам все нормально вот а в тот момент мне было очень грустно все это наблюдать как бы основной лейтмотив таскать того что в поиске выходила про америку это были вот сюжеты типа там хочешь попасть в америку поступай в ракетные войска вот это вот это самое мягкое из того что там было вот а так просто такая низкопровщина лживая но уже хотя еще вам рассказываю ой 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 друзья это перед нами тут машина подрезала нас которая перевозит наличку такой бронированный такой кошмар затем покажу потом я вам его покажу не не вот это вот он и на тот и вы как здесь пошел потом Вот этот вот Он сначала пошел не на тот экзит А потом как выскочил перед нами Понимая, что мы ему вреда особого причинить не сможем Что правда Что правда Ну вот так вот надо Осторожненько в этой жизни Блогер Это хорошо А живой блогер Хороший блогер Это живой блогер Так что Давайте я Вас всех и себя тоже Поздравлю с пятилетней годовщиной И Мы в этом смысле Являемся каналом достаточно редким То есть мало кто Может сказать, что я пять лет назад Этим делом занимался Другое дело, что Я не считаю, что пять лет Это возраст нашего канала Потому что, конечно, мы начали это Намного раньше То есть мы Вот сейчас будет девять лет в декабре В декабре будет девять лет Как я первое видео повесил На этом канале И я их вешал с некоторой Ну, частотой То есть не то, что это было там два видео в год Нет Это было гораздо чаще Но вот Это пять лет вот этого формата Так, наверное, я На этом месте вот и закончу Счастливо! 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 Счастливо!